У меня были гранты просто. Просто нескончаемый поток. Нескончаемый поток. Вернее, вход на стену, просто пузыри сходить. Такое видео накануне нам прислали жители 65-го дома на Советском проспекте. Здесь с приходом тепла люди сражаются со стихией. Вымотанные весенним потопом жильцы встретили нас буквально в отчаянии. Мы тонем. Мы не просто тонем, мы просто утопаем. Тонут игрушки, вся посуда. Естественно, про ремонт разговора даже быть не может. Обои все отпали, потолки все отпали. Потолки протыкаешь, воду спускаешь с потолков. Там яйцо. У меня света даже нет на кухне. Потому что электричество от холодильника током бьет. Потому что уже замыкает. И вообще никаких движений нет. Соседи по несчастью рассказывают, что управляющая компания эксплуатации МКД не реагирует на их мольбы о спасении. Это если было бы в одном нашем подъезде. Получается, вот, в трех подъездах. То есть, на звонок ответили, у всех течет. Какие проблемы? Просто так. Сказали, вот что. Вы что жалуетесь? У всех течет. Итак, мы поднялись в одну из квартир на пятом этаже. Здесь очень чувствуется влажность. И такой запах, знаете, как в подвале. А здесь до сих пор влажные стены. Набегают новые капли. Люди не рискуют убирать кастрюли и ведра. По всей квартире ведра. Обои сползли со стен. Потолок отклеился. Мебель набухла. И новый линолеум вздулся буграми. Оксана Баруля, которая живет здесь с младшим сыном и годовалым внуком, переживает в первую очередь за здоровье детей. Я почему переживаю? Смотрите. Плесень. Вот она. Обои все, то бишь, отвалились обои? Это у меня не подготовка к ремонту. Это у меня все отвалилось. Потолки все, обои все отвалились. Вот плесень страшная. В углу плесень. Вот хотелось бы, чтобы вы потрогали стенку. И вот чисто как, не заинтересованное лицо, сказали бы, теплые батареи или нет? Вообще, теплые, не горячие, теплые. Должно быть горячие, правда, зимой? Ну да. В угловой квартире. Ребенок ходит в колготках и мусках. Он, в принципе, спит так даже у меня. И вот именно в этом году. Влажно и холодно. Обогреватель в квартире Оксаны не выключается сутками. А на днях затопило еще и детскую кроватку. А годовалым Марк от сырости и холода опять заболел. Топить начало еще в январе, рассказали нам жильцы. Однако на днях ситуация достигла апогея. Потоп дошел до нижних этажей. Итак, мы спустились на второй этаж. Маша, скажите, пожалуйста, неужели и у вас что-то бежало? Да, в пятницу это было. Я проснулась утром рано, вышла на кухню, ничего не поняла. Гляжу меня на полу вот так по кухне воды. Посмотрела, а у меня с угла прямо нульет. Вот натуральный дождь льет. С угла и вот так с подоконника. И всю пол кухни меня затопило. В последний раз так топило в 2005 году, рассказала нам Елена Васимова. Жильцы во всем винят свою управляющую компанию. А потом очередной сброс снега, вот эти колотушки, шифер весь разбивается, и у нас крыша опять как в планетарии. Мы потому что поднимались, там все вот, мелких-мелких, больших-мелких дырочках. Но самое удивительное то, что жильцы на днях обнаружили на крыше стопки нового шифера, лежат и мокнут под первым весенним дождем. Собирается ли управляющая компания ремонтировать разрушенную кровлю? И почему хозяйственники не предпринимают никаких попыток спасти имущество от потопа? Эти и другие вопросы наша телекомпания задала им в официальном запросе. Будем держать вас в курсе. Ольга Распономарева, Кирилл Геранцев. Наши новости.